Виртуальный помощник казахстанских КСК новая система была запущена в Астане в пилотном режиме в феврале этого года. Но насколько она облегчила жизнь жителей столицы? И пригодится ли опыт виртуальных распорядителей работы коммунальных служб остальным КСК страны? Об этом расскажем в этой программе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И все это создается руками небольшого штата сотрудников. Три сантехника, электрик и две технички. Но образцовым это КСК можно назвать не только поэтому. Здесь одними из первых в Астане начали внедрять электронную систему обратной связи с жителями. Эта программа, во-первых, предназначена для жильцов нашего дома. Если даже им некогда даже позвонить, например, или прийти в КСК, они могут дать электронную заявку в КСК и все. Для этого им надо будет только войти по онлайн, зарегистрироваться свое и все. Дать заявку. Мы каждое утро рассматриваем заявки. Все, сразу моментально выполняем ее. Инициатива создания такой электронной платформы принадлежит Акимату столицы. Ее озвучили еще в начале этого года. Такая электронная платформа помогает решить сразу несколько задач. Собственники квартир, к примеру, могут значительно экономить время. Руководители КСК получили возможность обратной связи с жильцами. И все это абсолютно бесплатно и открыто. Без дополнительных бюрократических проволочек. При этом подать заявку можно даже не привязываясь к стационарному компьютеру или ноутбуку. Мобильное приложение ЕКСК доступно для владельцев всех смартфонов. Только так, после того, как выполнено, все, мы отчитываемся по ЕКСК, что мы эту заявку выполнили. Сегодня к электронной системе ЕКСК подключено больше 1200 столичных многоэтажек. Разработчики программы рассказывают. И развешивали объявления в подъездах высотных домов. И проводили встречи с жителями. Но официальная статистика неумолима. Пока электронная система, при всех ее очевидных плюсах, известна далеко не каждому столичному жителю. Около 26% горожан знают о существовании этой платформы. Я думаю, что вообще очень сложно сейчас вовлечь жителей в жизнь дома. Это КСК над этим работает, но у него плохо получается. Опять же, не из-за того, что КСК нехороший, а люди, просто жители города, очень интенсивная у нас жизнь в городе. И мы порой просто не успеваем. У нас не хватает времени уделить нашему дому. С этим утверждением согласен и руководитель КСК Роман Вельдин. Говорит, многим жителям проще лично обсудить наболевшие вопросы. Местные жители говорят, им есть с чем сравнивать. Там найти кого-то из КСК невозможно. Если вот это реально контролировалось бы тематом, что режиме онлайн подал заявку, как она обсудила, это было бы хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разработчики программы говорят в планах внедрения этой электронной системы по всей Эстане. Ведь ЕКСК появилась не просто так. Необходимость в такой платформе есть во всех казахстанских городах. Факторов несколько. Это и незнание собственниками квартир своих прав и обязанностей в области жилищно-коммунального хозяйства. Их пассивность. Меньше 5% жильцов активно участвуют в жизни дома. Высокий уровень недовольства в адрес своего КСК. А также отсутствие диалоговой площадки. Именно поэтому казахстанские города нуждаются в умных автоматизированных системах. Все эти проекты в совокупности. Умная школа, умные поликлиники, умные ЕКСК, очереди в поликлиниках, электронная запись. Эти все проекты внедряются так или иначе в разных городах. В Центре аналитики инноваций в Астане даже провели небольшое исследование. Опросили тысячу человек. И подавляющее большинство, почти 80%, заявили о необходимости создания ЕКСК в казахстанских городах. Функционал проекта входит подача заявки от жителей обработкой, публикация финно-отчетности обязательно, публикация контактной информации различных служб, аварийных, также самого КСК. И есть функционал, получается, отчетности для Акимата. Есть такие моменты, когда КСК может недобросовестно выполнять свои услуги, и об этом поздно узнает сам Акимат в лице жилищной инспекции. На сегодняшний день Астана лидирует по количеству зарегистрированных кондоминиумов. На территорию столицы работает 436 КСК и обслуживающих организаций. А потому система электронной платформы взаимодействия жильцов и управляющих компаний будет развиваться. Мы в перспективе планируем развить его. Для решения такой очень важной задачи, как голосование, мы хотим реализовать его посредством ЭЦП. На данном этапе, сейчас первом, мы уже реализовали его в виде предварительного опросника или голосования. То есть у КСК есть инструмент, они создают какую-то тему, вопрос, люди все голосуют, да или нет. Также при помощи ЕКСК обеспечивается прозрачность финансовой отчетности управляющих компаний и КСК. Проектом охвачено уже 255 компаний. Абсолютно, абсолютно. На лифты можно позвонить, у нас лифты не работают, могут отопление, могут все, что хочешь. Они могут, другие вопросы, любой могут задать. Сбор информации для анализа деятельности КСК осуществляется на постоянной основе. И его разработчики, и инициаторы программы уверены, что такая электронная платформа позволит повысить качество обслуживания многоквартирных жилых домов. Ведь у каждого жителя будет возможность поставить оценку работе своего КСК. А на основании такого мобильного рейтинга уже будет формироваться рейтинг обслуживающей компании. А к концу текущего года такой список КСК будет опубликован и доступен для всех жителей столицы на веб-портале и мобильном приложении smart.astana.kizet. Субтитры создавал DimaTorzok